Сызрань. Каждый день в городе выявляют десятки новых случаев заболевания коронавирусом. Коснулась пандемия из семьи Ярцевых. Пенсионеры Елизавета Николаевна и Алексей Алексеевич собираются в больницу уже на повторную вакцинацию. Ведь коварство болезни им известно не понаслышке. У моего брата умерла жена. Это нас подтолкнуло, мы с мужем посоветовались, подтолкнуло пойти сделать вакцинацию. Где-то весной мы сделали. Сейчас вот едем на ревакцинацию. И сын у меня болеет сейчас, с женой со своей. Помогает с решением по вакцинации пожилым социальные работники. Елена Колесникова с супругами Ярцевыми не первый год. В обоих случаях сама записывала и сопровождала получателей социоуслуг в медучреждении. Они отмечают, что ни у кого особых реакций на препарат не было. Все перенесли легко. У меня на обслуживании 13 человек. Это граждане пожилого возраста и инвалиды. Своей задачей я вижу сохранение их здоровья. Поэтому я вакцинировалась сама и оказываю помощь своим получателям в этом. Это мое призвание, можно так сказать. Зов сердца. У вас первая компания. Спутник ВИК. Есть инъекции, три дня не мочить. Тяжесть не поднимать. Обезопасить людей, входящих в группы риска, одна из главных задач, поставленных на сегодня губернатором Дмитрием Азаровым. По оценкам медиков, лишь прививка способна дать прочный щит иммунитету в борьбе с пандемией. В регионе работают пункты вакцинации. Десять открыты круглосуточно. А приятный бонус для привившихся – возможность принять участие в викторине «Вакцинация – это жизнь», в рамках которой победители получают ценные призы. Следующий этап викторины – 22 декабря. Гульфия Сафина. События.